Ведет руку вот таким образом ко мне. Оп, я ушел. Обратите внимание, моя ручка идет вот так под него. Рукояточка захвачена, это убрано, здесь прорезано. Вот единственная правда при обезоруживании, например. Вот данный случай. То есть против безоружного человека, он хороший тогда, когда он приходит так, как он приходит. Приблизительно такую же штучку можно сотворить, когда рука пошла вниз по дуге с этой стороны. Я встретил отсюда, видите, и выдавливаю в направлении пальчиков. Здесь отвел, сюда зашел. Посмотрите саму технику исполнения этого обезоруживания. Ручка должна быть чуть выше кисти. Вторая, вот под таким углом и работаю всем телом, я взвешиваюсь на нем. Почти у рукояточки. Обязательно фиксация головки оружия сверху пальцем. Творческих успехов, кто не понял, подзовете. Свистник пошла. Здесь давление на перекрестье. Оценку. Базовый сначала осваиваем. Вот это будет. Легкий, подбросый. Я ошибаюсь, как тебе сквозь быть, не горюк. Я хочу, что ты еще по-моему. А теперь я медленно. Пое ручку начинаю отрезать цветы. Сочи, ты улыбай. Такие нормальные дела. Добавлю. Добавлю. Понравят? Если мы пойдем. Сейчас человек, что это рука зафиксирует. Да. Ну, держись. Нет, не беда. Ну, я так и спрошу. Ничего-то не фиксирую. А не стоит ли, не стоит ли. А ты отвел у себя уже немножко. Да-да-да. То есть, нет. Ты всегда встречаешься так, как можно. Ну, вот он повел, например, в эту сторону. О-о-о-о-о. Да? А в ту сторону повел, ты уже знаешь, что делаем. О-о-о-о. Да. А тут он повел вот так. И тебя втыкаешь. Добавляйте. Ну, давай. Есть задачи. Сначала самую формулу. А, ну, ты не можешь. Ну, ты не можешь. Нет. Ну, ты не можешь. Можешь заниматься. Ты спустя наушники. Ты сможешь. Ты сможешь. Ты сможешь. Ты сможешь. Ты сможешь. Внимание, давайте поработаем это же обезоруживание. Тогда, когда я сопровождаю руку наружу, посмотрите внимательно, сопровождаю вниз, 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 и здесь они встречаются. Великолепная, удобная техника. Вот я встретил его, оп, повел снизу. Все, работаем. Вот же умираешь вкусы. На это решение приходишь. Приходишь. Я с переходом прохожу. Сначала ручную. Например, вражая. Варианты. Большой пальцем тебя будем? Большой пальцем набрал, да? Мои сграем, но выйдем. Пожарили. Добавил. 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 Я поворачиваю его в его направлении и вот так тельцем внедряю в него. Даже если он выпускает оружие из руки, он просто у меня в руке отказывается за счет того, что у меня пальцы контролировали головку. Ясненько, да? То есть я никак не порежусь. И здесь я очень четко прижимаю его пальцами, чтобы он никуда не делся. Видите, где у меня контролирующий пальцы находится? Всегда со стороны головки. И даже если я до нее не достаю, я все равно ее такую. Раз, раз. Вот как второй удар, он тот же хороший. Этот расслабил, например, тыц, а это закончил. И напрямую, раз, третий летик. Можно ножку подсечь. Работаем с этой штучкой. Почувствую летельце, почувствую. Я приходил, смотрю. Я пиксирую. Ну, там пошел удалчик. Не пошел, да? Вот мне перстывает лопат. Я из них положение этого смотреть, я не могу. Я из них положение, я demographic ложено работать, неприятненько. Вот, ну что? There же ресурсы по ноге, да? Ну, перстывает. Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 меня. Ясненько, да? Постарайтесь запомнить эти нюансы. Теперь следующий момент. Очень хотелось бы, чтобы вы поняли еще какую работу. Работу на укус. Для укуса вам необходимо, во-первых, обнажить зубы, чтобы губы не были помятые зубы между рукой, предположим, и зубами. Второе. Заходить на цель со щеки на клык. И третье. Пользоваться только в безвыходной ситуации. То есть идет борьба, а его руки тоже здесь. Техника исключительно эффективна. Более того, она эффективна, она эффективна и тогда, когда, например, я пытаюсь бороться. Видите, расслабление пошло, да? Здесь, видите, как? Я поджал обязательно такая. Почему я прикрываю глаз, в данном случае, чтобы зуб обнажить получше. Я и пилю, и внедряюсь. То есть я и движение вдоль, и внутрь одновременно совмещаю его. Приятного аппетита. И еще что-нибудь, пока я его не показываю, укреплять мальчика необходимо. Значит, смотрите, ситуация следующая. Вот, наверное, вопрос. Есть ли рукоятки по дубам, да? Это типа, как из того анекдота, когда маленькая девочка с бантиком играет в салон, ну, как бы бросается песочком, лопаточки на тетушку. Тетушка говорит, по ладошкой по попке, по лопаткой по морде. Вот приблизительно из этой же серии. Вы не допускаете, чтобы вам по зубам этой мерзкой рукояткой делали, да? Для этого, смотрите, сначала упор на щечку мягенькую, и вся эта система одновременно движется, да? И лишь потом откусывание пальчиков. Откусить? Нет, ну не все. Вот это вариант. Классово. Ну, я уже как бы показывал. Вот, очень вкусно. Пожалуйста. Когда вы столкнулись с противником, и у вас, так или иначе, одна из рук выходит вперед по той или иной, причем не вооруженной ударной, нужно уметь целый спектр техник выполнять, которые защищают вашу руку от удара порежу. Он атакует мою руку. Видите, в первую очередь, куда я прячусь. Далее уже проще. Я переиграл его. Итак, давайте сначала медленно, его надо отрабатывать, эту технику. Он атакует. Я подхватываю. И тут же фиксация порой руки. Тут у меня все. Выворачивание из руки. Видите, здесь опора пальчиков, здесь опора пальчиков, да? И все вместе. Оп! Я взял. Но меня волнует больше сама возможность ухода вот так, под руку. Ясненько, да? Что-то у меня здесь ножки. Все, например. Такие ситуации бывают, когда я вынужденно нарушил точку, или я работал с этим, в этот момент это мне захотел по руке ударить. Оп! Нож от меня. Взял его. Понимаете, о чем я говорю, да? Попробуем именно уход под ним. Под ним. Работаем. Аху-ху-ху! Да не, не, нет. Надо брать. пальчик на головке рукоятки эти пальчики на перекрестии я дальше начинаю выворачивать вот с такой динамикой давай с этой стороны ручка стояла ап ушел видите выворачиваем обязательно на головке рукоятки стоит большой пальчик головка рукоятки вот головка рукоятки ничего бы было с удовольствием еще показано что движение оп третье движение вот я прихватил и вот я начал проворачивать и далее 7 тельца вниз и вперед работаем так внимание я и на в в в в в в в м Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Да, великолепно. Так что он начал. Нам можно продолжать? 40 был рукой, пожалуйста. Понятно. Такого случая, ну и нафиг. Мы мягенько по этому, саму формочку изучим и прочее. А там на домашних отработаем все остальное. Значит, как это выглядит? Да, вопрос какой? Поскольку мы вооружены малым ножом, вероятно противник будет работать против передней ноги и пахта. Не совсем понял вопрос. Но мы вооружены ножом. Значит, противник будет стараться работать против передней ноги и пахта, правильно? Ну как он будет стараться? Ногой ты имеешь в виду? Дело в том, что у вас ноги защищают ноги достаточно уверенно. И более того, сам нож, несмотря на то, что мало ли это, очень хорошо прорезает вот эти зоны. После чего противник уже не захочет чересчурно ногами работать. То есть сама позиция, если вы помните, вот она, да? И боя с ножом непосредственно, когда вы работаете, она подразумевает и то, что у вас ножка при необходимости чуть поднимается. А это означает, что она будет защищена и от ударов ног, и от всех остальных штучек. Давайте вот немножко я покажу, как защищается от ударов ног. Нога, да? Например, вот у меня стоит ножка, и мне просто бьют по голени. Оп! Видите? То есть вовремя поднять ее, да? Видите? Какие-то моменты такие. Оп! Оп! Пах тоже защищен. Видите? Практически мне ничего не нужно делать, чтобы защититься. Все остальное уже баллокируется достаточно хорошо. В комбинации техника рука-нога, но просто вышли. Ясненько, да? Момент. Он уже тебя закрыл. Так бы, да? То же самое может быть и с этой стороны. Вот эту ножку. Оп! Оп! И нож, нож, нож. Потому что он будет, бояться ножа, уже при первом же, как только он поймет, что весь берег, он уже так открыто не будет с ногой работать. Единственная, значит, атака ногой, которая возможна, дать кому-то, это все-таки под вот эту зону. Видите? Она держится, да? Я поэтому без выбивания просто покажу ее, потому что пробивается она очень легально. Вот эта зонка. Видите, как и сосна. Вот сюда должен попасть подъем мушки. Кстати, товарищи. Видите, я немножко изнутри бью. Ясненько, да? Вот такая форма. Внешней стороной ступни. Да! Верхней. Верхней стороной ступни. Вот. Вот эти места. Она немножко поворачивается. Но это, как говорится, надо поработать с ними. Да? Верхней стороной. Яс? Вот его можно уйти легко. Одно раз и все, если уходит. Нет, в принципе, да. Вот почему и надо поймать момент, Бум. Мгновенное срабатывание. Идет. Вот. Давайте на нем просто так, для вкусового эффекта. Работаем над защитой ногой. И вот над другим вами умножать. Это без рэмбов сокрутили. И далее. Удивение заморезия. Насаживание. Монервная цепь. Монервная цепь. Пальцем не сильно. Тонкие ножи, два, три, четыре штучки закладываются и прочее, 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 прочее. То есть ими можно больше напугать, чем зарезать. По той простой причине, что опоры никакой. Если вы как следует просто саданете ногой по вот этой всей конструкции, ножи, удерживаемые между пальцами, как правило, выпадают большинство. Они как вверх, да? Да, то есть некоторые два, три ножика держат, и вот они вот, то есть как рюк. То есть они вот то так порежут, то так. Например, видите, перехватик такой может вести. Отсюда, отсюда, отсюда. По-моему, Толя Пучков из Ленинграда написал книжечку. Одна из китайских техник, вот такой вот штучка. Значит, безусловно, любой предмет он опасен, но, во-первых, техника достаточно сложная для убийства. А какие-то порезы по коже, они могут нагнать, собственно, страху только на слабака. Отсюда, в любом случае, ваша задача не связываться, если начнется бой. Относиться к вооруженной руке, как к вооруженной руке. Вам пофигу, с какой стороны торчит это лезвие, когда вы защищаетесь от руки в основном. Тем же ножом, например. Отбирь, контратакка. Отбирь, контратакка. Гораздо коварнее перехват основной боевой. То есть тогда, когда у вас идет оружие каким-то образом в хороший хват. Вот этот хват может быть опасен тем, что, начиная удар сверху, например, откуда-то, я неожиданно перехожу на удар снизу и от другого пальца. Нет, извините, уже от большого. И, начиная удар снизу, я могу перейти на удар сверху, сбоку, откуда-то. То есть не пойми, откуда выскочит лезвие. Это опасно. Поэтому, опять же, контакт, контроль, первое упражнение для всех перехватов в том числе. То есть вы должны контролировать человека целиком. Ну, на манектору, что было показано ранее. И, наконец, техника подкалывания, что называется. Очень часто возникает ситуация, когда я держу его, предположим, руку вооруженную, он держит мою вооруженную руку. Он держит мою вооруженную руку. И вот здесь тот, кто лучше владеет техниками подкалывания, обратите внимание, смещение в кисти какое-то. Видели, да? Я улучшу угол в потаке. И в этой технике я забрался ему, например, под сухожилие. А это означает, что, наступив на ножку, я без проблем его, в первую очередь, я его обезоруживаю, во вторую режу. Вот, например, такая штучка. Техники подкалывания могут быть и на вторую ручку, вот сюда, например. И вот теперь я уже контролирую его более хорошо. И здесь, пидорочек, бонус. Работает. Почувствуйте вот эти вот моменты подхода. Тогда у вас, и тогда же, а при технике я сейчас покажу, прямо в камеру. Меняю еще угол атаки. Очень четкое, сильное удержание. На мизинец, да? Да. Мизинец четко, он позволяет проткнуть, продавить. Вы же давите в одном направлении. И дальше вы уже перехватываете, как вам нужно, на ладонь, четко продолжая. Пируэты уже правильным захватом. Человек под боль и потек. То есть он уже начал уступать. А мизинец не вылетит под сильным? Только что объяснял. Вернее, объяснял, да? Только что объяснял. Если бы он вылетал, я бы его не показывал. Видишь, он достаточно жесткий, достаточно этот, видишь? Постойная рука. Если у тебя нормальная рука, попробуй просто. А дальше я уже много должен. Чья-то штучка? Продолжение следует. И вот в эту сумку опирается оружие. В частности, я объявлял, во-первых, на хулиганки, мы поработаем с передвижениями, в том числе и уличными, то есть хулиганка это немножко будет как бы не только гнусности улицы и прочее, но и немножко развития вот этой техники, если хотите, для этой аудитории в том числе учтем посещаемость именно этого. И чуть более подробно, вот в манере передвижения, на скользком, как это будет выглядеть, как это будет выглядеть в глубоком снегу, как это будет выглядеть вот улица, когда несколько человек в лифте тебя зажали, как ты будешь работать, да, там и так далее, и так далее. Короче, вот для жизни, для расширения кругозора человека, который сталкивался с рукопашным боем вообще, вот хулиганку я считаю исключительно важным семинаром. А семинар, который будет уже в январе 16-го, который я объявлял, да, он, во-первых, очень продолжительный, на нем будет масса интересных моментов, связанных с постановкой техники вообще. То есть, как ставится техника с нуля, да, то есть, вот, например, если будет там показан удар, то он будет показан, его развитие, пинематика, как его нужно нарабатывать, как его нужно доводить до точки, как нужно психологию менять постепенно, так, чтобы ты мог, какие упражнения подводящие, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вот эта вот вся штуковинка, она будет, как бы, основные идеи будут изложены на том семинаре, в этом семинаре очень, достаточно интересный. Вот в двух словах. Еще вопросы? Грустно. Шесть секунд я сейчас прекратил. Давай, несмотря как вы будете в ремесистом и просьб, Александр Иванович ушел в тень. Значит, в хулиганке будет определенный раздел, который, как бы, очень интересен для изучения. Почему? Потому что при работе в спортзале у людей складываются определенного рода, как бы, спортзальные стереотипы. Значит, при отработке, как бы, приема, вы либо его ждете, либо, как бы, знаете, что, либо не знаете в свободном творчестве. Но там нет вот таких вариантов, когда вас спрашивают, там, как пройти в библиотеку, вы отворачиваетесь, вот, бьют, как бы, рессоры по голове. Две девочки, форма и юности, зарабатывали на жизнь тем, что они подходили к мальчику и спрашивали, который час. Когда он смотрел на часы, они его раскрытыми ножницами били у глазки. После чего тут же, пока он держал ручки на глазках, стаскнули с него брюки. Джинсы были модели. Вот, пожалуйста, вам, да, то там английские банды, барыши собираются, нападают, там, на спуске достаточно. Две цыганочки подходят к девочке, да, одна вынимает заточечку, вставляет ей в межребренное пространство, другая снимает достаточно резкое украшение, да. Это же с нами на улице в жилье, следовательно, как войти в подъезд, как выйти из него живым. Правильно? И так далее, и так далее. Масса вот таких техник. Потом, как использовать стеночку. Пришли как-то ко мне, было это в одной уважаемой компании, где я работал инструктором, на определенной перетрубации, ну, люди завидуют, это так иногда, да. Типа, знают, умеют, держатся независимо, да, там, и все такое прочее. Пришло, тут три урела, ну, размером чуть больше меня, хорошей физической подготовки и с такой претензией, типа, вот, ну, типа, здесь начнем или где-то в другом месте. Я говорю, ребята, вот, знаете, здесь помещение, в том зале, где я, вот, давайте выйдем, у меня тут ключики от подвальчика есть, там, собственно, и поговорим, чтобы людей не смущать. Они пошли со мной строим, я их расставил, как нужно, пытаясь, якобы, достать ключ, одного поставил к углу стенки головой, второго поставил в угол, третьего оставил на лестнице, через секунду уже первый лежал с раскройным черепом, второй в углу получил несколько ударов в горло, а третий самый, как бы, живучий, с переломанной ногой. Я очень по-человечески сказал, если нужна будет скорая помощь, я, все, и так далее, можете позвонить кому-то или еще что-то, но я должен сейчас на работе быть, мне, извините, я еще посижу здесь. Правда, я потом месяц сходил, отрядывался, шил, напугал меня, но не радостно, и, когда он ко мне сзади подошел, вот, как кружка к нему лицом вот так вот, повернулся, такая толстая душа, поворачиваясь, с рюкзаком тем более, а вот, тут не до жизни, да, тут такой тонус продержался у меня пару лет потом. Вот, но в любом случае, вот это вот умение контролировать ситуацию в реалии, да, понимаете, то есть сказать, извините, пожалуйста, я выйду на секундочку и выйти. Понимаете, неожиданно, да. Я отмываю. Да, потому что там, понимаете, начинается масса вот таких вот вещей, очень важных и интересных. Например, приходят ко мне бизнесмены, говорят, я вот на переговорах не могу, я его прописываю пощечины, щекотку, там, еще что-то, да, через некоторое время товарищ уже спокойно ведет переговоры, потому что он контролирует эмоции. Тоже интересные случаи, такие маленькие, да? Потому что на переговорах может быть что угодно, какая-нибудь банда заваливается, один говорит, ничего, что я позвоню по телефону, садится сзади бизнесмена, и начинает, да зарой его, да что, домочить его, представляешь, переговоры без них в такой ситуации, да? И тут еще парочку небритых сидят. По поводу переговоров тоже был шикарный, значит, расклад, мне, значит, девочка знакомая рассказывала, она работала юристом в достаточно крупной компании. У них была какая-то тяжба, и приходит такой маститый юрист садиться, и начинает Ир как бы по полочкам раскладывать, что компания должна, что мы с вас получим это, это, это. Она глазки раскрыла, кивает, да, 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 да. Он выложил ей все свои аргументы, как бы научил ее еще по этому поводу. И тут приходит начальник службы безопасности. Начальник службы безопасности, офицер спецназа ГРУ, который как бы воевал, выгнали его из армии за то, что он не поделил что-то с начальником штаба и сломал ему при этом ногу. И он, значит, ходит он по офису, одетый в камуфлягу, со штык ножом на поясе. Они все такие. Стрижка, естественно, как у женщинных людей, у меня еще длинная. И как бы садится на стол так, чтобы как бы нависать на этого юриста. И начинает спокойненько в чашке в кофе болтать ножичкой. И понимаете, на него смотрит молча. Долго. Долго. Сопя. А девушка начинает как бы объяснять юристу, в чем он не прав. А тот уже не придумать ничего не может. Я приехал по поводу юридического, говорить о непонятном, и им разговаривать там. Ну вот, смотрите. Ну так не нашел. Аргументы как бы разошлись краями, ничего платить не надо было. То есть, вот маленький, как бы никто никого не бил, никакого там ругания не было. Просто вот посадить соответствующего человека, пусть болтает как бы. Штришок. Пусть бьет кофе. По молодых подростков, такие с ножичками, со всеми делами, останавливает одного из моих учеников. Тут просто поднимает глаз, говорит, приятно. Все. Вот тональность, как сказано, и уверенность в себе, они тут же раз, и все собрали национальность. То есть, они ждали, кого победить. Просто, знаете, мерзость есть этому в нашем народе, тут же. Понимаете? И вот так, чтобы нормальные люди хоть как-то могли приспособиться к тому беспределу, который, собственно, все-таки в обществе существует, грамотность в рукопашном бою должна быть у каждого личного человека. Как поддерживать вот эту постоянную готовность без наприезжания излишнего? А готовность поддерживается тренировками. Напрягаться тоже не нужно. Нужно просто знать, да? Вы должны просто вот знать, что когда вы переходите дорогу, нужно посмотреть на право, на лево, и еще вверх, на палец, на который гонит скотина. Да, ну не до автоматизма, но вот просто вот разумно оценивать ситуацию. Не просто к углу подходят, немножко посмотреть за углом, обошли по дуге, да? Ну не всегда же определяется поведение цели собственной безопасности, правильно? Не правда. Не всегда же поведение определяется только собственной безопасности. Ну, понятно, исходя из собственной безопасности, когда нужно заработать, нужно речь. Я вот недавно в этой ситуации хотел бы спросить, кто у вас все в YouTube присутствует, кто бы интересный поступил. Я перехожу дорогу поздавечером, по-моему, шел в тренировку, и смотрю, что какой-то лепет через дороги, так вот они трое ставят скверики, и на четвертого, ну, нет, лет 19, детишка. Сырил, ты что делал? Сырил, ты мне его дышал. И он достаёт с кармана, часы, по-моему, что-то ли он деньги на то, что-то есть. Я прошел мимо, потом тормозной, график, что ли, повернулся, подошел, уже к ним направление идут. Вот, они вот не под ножом, не под ничего, он просто стоит, зашел, что-то не вручал. Не, ну достаточно, так, не поможет. Я подошел, подошел, я вернулся, постоял, проблемы, ребят, какие? Вот тот, который, они директируют, не все нормально. Тебе тоже, забыл, пояс, нечего хотел, уже все нормально. В принципе, нечего, я отошел, подошел, постоял, думаю, блин, то ли меня развели, то ли на самом деле не уграбили, то ли что. Я потом шел, думал, потому что жена поздно, грабили, дочери. Но вы же не будешь стоять, стоя, выверну карманы, тоже я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, в этот момент, я вот мешитель скажу так. Советское время, отвели к родителям, родители сказали, спасибо большое, путь, на истинный путь, наставим мы нашего отрасли. В настоящее время, его и спасут, там, издрать, или все что-то, и тебя же еще, пенят, потому что, там, на мальчике, пропало что-то у мальчика, или мальчик-пенят был, или сам мальчик, в силу особой извращенности, что-нибудь придумает про дядечку, чтобы оправдать себя, и лучше, что вы в этом роде. Ребята, мы живем в правовом государстве, это подразумевает большую роль правоохранительных органов в нашей жизни. Есть возможность правоохранительных органов прямиком туда. Да? Грабят кого-то, убивают кого-то, во-первых, вы не знаете, за что, и кто, и как. А сейчас ситуации может быть очень много, может и по делу. Не понимаете, какая есть? Надо, заявили кого-нибудь. Все, это если ваша гражданская совесть мучит. 99% просто пройдут, даже не нлянутся, закричат, спасите, помогите мне, еще быстрее ускорить в ваша жар. Правильно? Потому что нас так уже воспитывает самообщество, законы другие, и так далее, и так далее. Вот почему гражданам, очень важно и самим что-то умеют сделать. Поэтому, когда вас обижают, кричите пожар! Да, например? Или еще что-то в этом роде. Все-то бегут интересоваться, что там. Понимаете? А там, когда уже прибегут, хорошая вещь, свистки при себе иметь, громкие, хотя психологически некоторые не любят громких звуков. Да, то же самое с Макарычем, это еще впереди, для тех, кто по-настоящему хочет оценить это искусство. Стрельба дополнительная по гражданам, нахерзли. Очень хорошая вещь, это хорошее оружие самобороны. Баллончик, очень хорошая штучка. В одной руке баллончик, в другой ножик. Понимаете? С собачки побрызгал на мордочку, по мордочке порезал, она отошла. Понимаете? Потому что и тут просто свора собачих бросается на тебя, потому что ты идешь по их территории. Всю жизнь считал это свои родни, и оказывается, собачьи. Собаки реагируют, но кто-то говорил, что они не реагируют на вот эти газы. Перец? Перец всегда реагирует, конечно. Более того, есть еще скорпион, еще парочка таких, скорпио даже, наверное, так называется. Да, именно собаки специализации, но с другой стороны, перец в глаза всегда приятен. Причем она как, она не реагирует, она в обморок не падает, за сердце не хватается, она так задумывается и отходит. Понимаете? То есть, там, там, преснул. Это к человеку. Аккуратно, когда кушламики. Вот такая же. Кстати, против собаки тоже будет в момент постановки навыков хулиган. То есть, такие вот экзотические штучки для общего развития. Ну что, еще мы поговорим? Я же, спасибо, позвольте. Наличие на теле жал, оружие, пистолета все равно приводит человека некий ступор. Потому что все эти действия происходят в обычной ситуации. Вот с этим тоже парнем, что, почему? Был не так темно, еще был лето. Народ не ушастый до сюда. Все делают, что он заприкует на ничего. То есть, я бы, я тоже смутил. То есть, никто, как обоих смотришь, тут не громит музыкой, никто не будет выходить стул, бросаться там, стоять и поражать. Потому что, даже при наличии всех этих вот навыков, упаков, но, мы, 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 в данный момент. Ситуация, в первую очередь, вам должна быть определена. Поэтому, вы не должны вмешаться ни в чем. Понимаете? В настоящее время. А вот, если тебя конкретно хотят убить, ограбить, или еще что-то, например, со мной, да? Вот, буквально несколько вариантов. Иду просто по улице. Неожиданно останавливается одна машина. Вторая машина. Начинается перестрелка. Кто-то побежал за кем-то. Из последней машины, которая рядышком, вылазит тело, такой, направляет ствол мне в морду. Я быстренько обезоруживаю, вот, с криком, дурак, я не ваш, запихиваю его обратно, забрать, покереть. Все, предусмотрел, да? Легорадочный. Разобранные части бросите туда же в машину, чтобы потом пистолет не твкать. И бегом, очень хорошо побежал до станции на батареечке, да? Понимаете? Но, вот тебе все-таки ситуация, и прочее, меня это лично касалось. Понимаете? Если бы они просто стреляли, я бы сказал, хорошо, парни, не буду. Понимаешь? Или прелег за столбик. Потому что стрельба началась, это же неизвестно откуда-то что. Ляг за столбик, и греть. У меня еще на памяти мой папаша, который на первомайской демонстрации какой-то звук, похожий на мину. Он раз, сразу через машину и лежит. Все. Тьфу-пуп. Его не контролен, люблю приводить, когда вот фронтовики, такие носиты, и так далее, это потому, что надо обучать людей все-таки профессии. Тело охрана, прочее, там, ВИП. Открывает дверь, там растяжку поставили, граната, щелчок характерный, типа растяжка, там, по-своему. Все лежат, и встают. Дыдык. На части, да? То есть, вместо того, чтобы его уложить, специальные навыки, и прочее, и прочее, они вот как в детстве вспомнили, все как следует. Вот почему вот каждое вот это знание, оно должно быть применено к конкретному случаю. У нас даже та польза, которую вы получили, знаете, что эта штука опасна, для нее надо держаться подальше. Начали вам угрожать ножом, бегите. Догнали вас, режьте. Все. Понимаете, это я? Никогда никаких амбиций, сказали, что ты идиот. Основная проблема, сохранить лицо. Все хотят сохранять лицо. Ребята, ни у кого нет. Тот, кто хочет сохранять лицо, это тот, кто ничего из себя не представляет. Тот, кому еще не по себе от собственного ничтожества. Понимаете? В чем-то. Какое лицо? Зачем? Ваша задача сохранить жизнь. Все. А вот уже, когда вашу жизнь хотят отнять, получать по полной программе. Надо всегда идти до конца. И агрессивно. Ты для этого не терпит, он единился, пошел дальше. Не, ну вот классическая вещь, когда начали, когда мастер конфу сказал, извините, я стал на пути вашего кривка. Только попытались ударить, он убил, ушел. Все. Правильно? Почему? Потому что, мало ли что и как. Пожалуйста, напишите, по мне, сколько угодно, скобой. Как только меня касается ваша атака, я буду адекватно реагировать. Но я, не нарушу закон, я первый, не полезу никуда. Потому что он вмешался в это. Кто, что, как, где. И самое главное, вот этот запуганный товарищ, который был у них, да, он даст показания профитерам. Я не скажу, поэтому не тормознулся. Правильно, что вы совесть не рызли? может, и человек. Вот, давайте эту совесть, как говорится, на новые рельсы поставим. Переосознание, новое время. Причем на новом курсе. Наше время уже закончилось. Понял. Все. Освобождать.